Всем привет, и с вами как всегда Лаинач, и это будни ютубера, то есть та самая рубрика, которую на моём канале вы можете встретить довольно-таки редко. Вы можете спросить меня почему, а я могу просто взять и ответить. Данная рубрика мало кому интересна, но мне как минимум она интересна, да-да. Если кратко, то сегодня я хочу просто поотвечать на ваши часто задаваемые вопросы и просто с вами поговорить, да, почему бы и нет. Так что, если вам это интересно, и вы просто хотите посидеть, почилить, особо так же ничего не делая, пивая чай и... едя пончики, да, либо печеньки, не знаю, что вы любите, то можете присаживаться и просто слушать. Ну а мы тогда, пожалуй, начнём. Для начала хотелось бы обсудить одну очень важную тему, связанную с ванилой. Многие в конце девятой серии ванилы могли заметить такую надпись, мол, ванила The End. И многие не поняли её правильный смысл. Вообще, The End расшифровывается как конец, но в майнкрафте The End обозначает мир края. То есть, в данном случае ванила ещё не заканчивается, и думаю не закончится на протяжении ещё минимум серии десяти. Да-да, примерно столько я ещё планирую её снимать. А может и больше, кто ж опять знает. И не отходя от темы, сразу хочется ответить на тот самый вопрос, мол, тогда когда же выйдет тот самый The End? Всё очень просто, он выйдет очень скоро, приблизительно где-то в числах 25 февраля 2021 года. То есть, ну, через недельки-две. А может и одну? Я пока что не знаю, но примерно. Так что можете не переживать, ванила скоро будет, с ней всё хорошо и она не заканчивается. Да-да. Теперь можно немножечко поговорить о Майншилде, том самом приватном сервере для ютуберов, на котором я снимаю. И изредка, но снимаю. Как раз таки об этом сейчас и поговорим. Вы уже могли стопроцентно заметить то, что серии по Майншилду у меня на канале выходят очень редко. Буквально раз в полтора месяца. И в связи с этим у некоторых частенько такой задаётся вопрос, мол, почему ты бросил Майншилд? Почему ты там не играешь, а почему ты там не снимаешь? Ты что, забросил Майншилд, либо ушёл с него? На самом деле тут всё просто. Мой основной цикл на моём канале на данный момент это именно ванила. И я стараюсь складывать все свои силы максимально тока в него. В Майншилд же я кладываю силы немножечко реже, но тоже вкладываю. И именно поэтому, скажем так, ролики по Майншилду выходят гораздо реже, чем та же самая ванила. Да, просто банальная нехватка времени. Так что по этому вопросу тоже можете не волноваться. С Майншилдом всё хорошо, я там играю, и я оттуда не ушёл. И если даже оттуда когда-либо уйду, что очень крайне маловероятно, то вы об этом узнаете сразу же и первыми. Да, можете не волноваться, серьёзно. Многие также спрашивают, мол, Аллоин, а что ты знаешь о втором сезоне Майншилда? Отвечу сразу быстро и коротко. Пока что особо никто про него даже ничего не знает. Скорее всего второй сезон будет ровно тогда, когда выйдет версия 1.17 Майнкрафта. А это, думаю, произойдёт минимум где-то летом данного года, то есть 2021. Так что время ещё есть, и про него можно пока что даже не думать. Ну а теперь можно перейти к ответам на вопросы, которые вы мне задавали в сообществе ютуба под моим последним постом. И к слову, вопросов там очень много. Скажем так, на момент записи данного ролика, там сейчас находится 144 комментария, из которых комментарии 120 с вопросами. Ну а в некоторых комментариях вообще там по 2-3 вопроса, так что вопросов реально много. Ну что ж, начнём. Первый вопрос от мистера Вадима. Что смотивировало тебя начать снимать ванилу, и удивили ли тебя резко растущие подписчики и просмотры после первых эпизодов? Скажу так, замотивировал меня снимать ванилу то-то, что мне было больше нечего снимать. И ванила это тот жанр, который я в принципе давно хотел снимать, но как-то не решался из-за моди чата. А если говорить точнее, то из-за того, что на тот момент, да и сейчас, в моде снимает ванилу. И я знал, что будет очень много гневных комментариев поводу того, мол, я плагиат, типа я сплагиатил ванилу в моде, потому что она у него залетела. И поэтому как-то на тот момент даже не решался ее снимать. Но потом как-то переборол себя и начал снимать. Да. А поводу подписчиков и просмотров. Честно скажу, я удивился. Я не верил, наверное, тому, что однажды, вроде бы это было 5 сентября, на мой день рождения, под первым роликом ванилы стукнуло первое тысячи просмотров. В принципе, на моем канале. Для меня это даже тогда было что-то с чем-то, и это были огромные числа. Ну а сейчас, под тем самым первым роликом, уже 260 с лишним тысяч просмотров. И... черт. Я до сих пор сижу в шоке. Спасибо, ребят. И также хочется сказать отдельное спасибо тем, кто реально как-то поддерживает и подписывается на мой канал. Ведь на самом деле, сейчас у нас уже целых почти 30 тысяч человек. Буквально не хватает человек 50. Ну а может на момент ролика уже и хватает. Так что да, спасибо, ребят. Всех люблю, всех обнял-приобнял. Ну а мы продолжаем. Ну а следующий вопрос касается моего компьютера, а если бы точнее его комплектующих. И на самом деле, сейчас вы можете увидеть все мои комплектующие на экране. Ну, я могу и прочитать. Видеокарточка это RTX 2070. Процессор Intel Core i7-7700K. А оперативки у меня 32 гигабайта. Как-то так. Следующие вопросы будут касаться времени. А если бы точнее, то сколько я трачу времени на монтаж, на съемку и, допустим, на постройку большего дома. На монтаж я в среднем трачу около 10 часов непрерывной работы. Порой меньше, порой больше, смотря сколько у меня материала. А съемку... Минимум часов 20-25-30. Ну, по крайней мере ванилу я снимаю ровно столько. А на постройку большого дома одного часа два-три. Да-да. Следующий вопрос будет довольно-таки часто задаваемым. И он будет касаться моего дискорд сервера. Если бы точнее, когда я его наконец сделаю. Читая, опять же, ваши комментарии, я понял то, что очень много людей данного хотят. И... Чёрт. Надо просто взять и будет сделать. Да. По крайней мере, уже есть небольшая заготовка. Она старенькая, но она есть. Надо просто её допилить до конца и добавить пару ботов. И уже после этого я открою свой ДС. Да-да. Всё очень просто. Переходим дальше. И очень довольно-таки интересный вопрос. Когда я дед и познакомился с Майнкрафтом. Когда-то, вдалеком 2012 году, либо 11, либо 13, я играл в копатели онлайн. И частенько записал на ютубе, просматривая видосики по данной игре. И однажды ютуб мне выбил в рекомендациях видос от Лололошки по Майнкрафту. Именно тогда я познакомился с ним как с игрой. Ну а в 2013 году, опять же в том же, но чуть позже, я уже познакомился с ним лично. Играя в версию 0.6 на моём тогда ещё стареньком Самсунге. Да, было время. Также частенько вы мне задаёте вопрос по поводу того, в какие игры я ещё играю помимо Майнкрафта. И играю ли во что-то ещё. В принципе. Отвечу кратко и быстро. Из-за нехватки времени я особо больше ни во что не играю, кроме Майнкрафта. Изредка бывает захожу в КС-ку, либо в GTA V на какими-нибудь ролеплей сервера. И просто сижу и чили там. Ну и иногда бывает такое, что я допустим долго жду какую-то игру, и когда она выходит, я её просто сажусь и прохожу очень быстро. Как это было с Киберпанком, который я прошёл буквально за неделю. Да-да. Следующий вопрос, который задало довольно-таки много человек. По поводу лис. А именно, почему лисы? В принципе, откуда они взялись и почему я их люблю? Всё очень просто, лисы довольно-таки милые животные. Полюбил я их ещё во второй, либо третьей серии сабмоди, когда впервые с ними встретился. И с того момента они стали моим таким неким символом, символом моего канала и моими любимыми животными. Как-то так. Было всё также очень просто. Как твои родители относятся к тому, чем ты занимаешься, а именно про ютуб? На самом деле относятся реально хорошо. Они меня поддерживают, поддерживают мои начинания. И они даже не против того, что я делаю. И для меня это на самом деле главное. Вопрос. Тебе нравится то, что я убиваю лис? Ммм. И следующий вопрос в жизни и смерти, это пирожки с картошкой или мясом? ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ! Ну, думаю, вы поняли. Следующий вопрос касается того, перейду ли я когда-либо на другую игру. То есть, буду ли снимать что-то помимо Майнкрафта. И тут я, наверное, могу сразу ответить то, что скорее всего нет. Если даже будут, то это явно будет не на этом канале. И у нас осталось примерно где-то два вопроса. Первый из них, будут ли еще стримы когда-нибудь? То еще сразу быстро. Да, будут, когда будет время. Потому что вы сейчас нету. А второй это, человек ли я? Хмм. Я Ёжик. Гурусный Ёжик. Ну, надеюсь, вы тоже поняли это. И на самом деле, вопросов так таковы еще нету. А если даже есть, то ответы на них были даны в прошлой части данных. До данной... До данной рубрики, да. И с вами, как всегда, был Алоиныч. И да, ребят, всем удачки. Всем пока-пока. Всех обнял-приобнял. Да-да, увидимся уже скоро. На Майншилде. Да, это будет скоро. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok